итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить колин макрей ралли для первой playstation прошлой серии мы с вами победили в ралли швеции ну а в этой серии нам предстоит одолеть ралли корсики и я хочу сказать что это будет одна из самых сложных ралли ну по крайней мере на данный момент самое наверное даже сложное я перед записью тестировался на этом ралли прошел его несколько раз пытался точнее пройти ну в ходе так скажем тестов настройки искал подходящие и блин я последний раз приехал только шестым кое-как в общем ралли очень сложная здесь нужно постоянно ехать на самые чувствительные настройки управления потому что последний этап я вот перед записью проехался наконец-таки поставил высшую чувствительность и смог приехать вторым вот вот этот кстати там проехал один раз так что а до этого пытался на средней чувствительности то есть с чувствительностью управления не играл сейчас будем пытаться привыкать конечно к нему тоже надо машина с такой большой чувствительностью она прям аккуратно и очень надо управлять она очень сильно козлит так ну вот неплохо неплохо кстати полторы секунды всего в общем здесь задача минимум это подиум третье место хотя бы вот о победе скорее всего речи не идет задача максимум просто финишировать вторым это ухты смотрите нули вровень проехали с макреем в общем задача максимум это второе место дабы минимизировать потери при этом конечно было бы хорошо если бы выиграл не макрея например ли ате принципе ли ате здесь довольно таки неплохо едет и при определенных условиях он может даже быть лучшим здесь как близко у прям хорошо сейчас идем ни разу у меня такого не было чтоб я настолько близко шоу эх все таки 2 ну блин это хорошо всего 46 сотых проиграли макрею макреи макреи ну ладно ли ате 3 бак он что-то далеко в реальности опять же я не знаю кто здесь выиграл но эксперты нам подскажут из того как выложу серию в комментариях напишут вот а я не знаю но в нашем случае томми мякинен выиграет вряд ли сразу предупреждаю первые кстати два этапа они очень сложные на склоне горы этой на склоне скал ай-яй-яй-яй-яй очень они конечно такие красивые опасные там слева сразу обрыв при этом сложные достаточно хотя все этапы сложные я когда первый раз поехал корсику без записи просто тестировался я финишировал восьмым я полностью проехал все это ралли финишировал восьмым там что-то в минуте с лишним позади лидера это была жесть у меня сразу просто если честно туда руки опустились думаю ё-моё как же здесь вообще можно ехать на равных думал что я вообще не смогу кстати если финишируешь вне очковой зоны то даже продолжить нельзя то есть там написано game over сложное место переворачивался это несколько раз тыкаясь в парковку так что тут надо финишировать в очках в любом случае я как-то страшно страшно странно конечно сделано что финишировав вне очковой зоны не можешь продолжить даже так ну вот на третье место нас сбросили ну в принципе отставание не такое уж большое и кстати лидирует ли ате надо тоже всего секунда ладно давайте сохранимся но куда-нибудь такой промежуточный сейвик ну пока в принципе ну неплохо неплохо даже об сказал хорошо по сравнению с предыдущими моими проездами это просто отлично даже так вот сейчас плохо что целых три этапа подряд надо будет проехать причем посередине будет ночной конечно такой спринт можно сказать из трех этапов ну ладно будем пытаться вначале если хорошо проехать даже можно полидировать и вот наконец таки а вот хорошо почувствовать себя лидером настолько конечно извилистая трасса и прям забыл я об этом конечно со времен того как играл в детстве в неё что-то я забыл что такая жесткая корсика вот мне почему-то запомнилось что самая сложная была Великобритания но не знаю но до Великобритании мы еще дойдем она будет последней этот этап он хотя бы не на обрыве те этапы которые были жестко в бортике зашиты они что-то совсем не нравятся ух ты держимся в лидерах эх было бы вообще четко победить конечно это благо я еще сейчас на джойстике играю на хорошем ну на дьюал шоке смотрите с прошлым джойстиком с дефендерами это наверное здесь вообще не выдержал бы тем более что на нем кнопки кнопка направления влево уже не работает на дефендере пришлось бы на аналоге ехать а это вообще жопа я в ралли на аналоге не езжу сейчас я тоже еду на кнопках направления немножко плавнее действует чуть-чуть отдали лидерство хорошо макрэй лидирует ну да есть выгрызли у него буквально 21 сотую отлично макрэй макрэй лидирует а все равно в общем зачете также третьими остались но чуть-чуть подобрались ладно главное принципе держаться и желательно бы конечно одного из них хотя бы обойти еще пишут при финише нашем на третьем месте и при победе макрэй л мы сравняемся по очкам мне бы хотелось все таки иметь хоть хоть какой-то задел очковый так блин опять ночной этап в принципе он тут кстати не такой уж и сложный за счет того что все этапы очень сложные вот этот вот ночной он особо не выделяется сложности но все равно конечно немного сложнее опять же здесь задача минимизировать потери победить естественно вряд ли здесь вообще получится хотя бы не проиграть там больше десяти секунд 3 3 2 4 4 5 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 6 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 13 13 14 14 14 15 14 15 15 Ну, ух ты, даже чуть-чуть отыграл еще. Так, Макрей выиграл. Ух ты, Лиати вон на шестой. Хорошо, хорошо. Ну, хотя бы его обошли. Так, на две секунды, да, впереди. Блин, плохо, конечно, что Макрей так рванул вперед. И он сейчас единоличный лидер. Я, конечно, предпочел Лиати, чтобы был на первом месте, Макрей на третьем. Но, ладно. Хоть так. Тогда, главное, сейчас на втором месте держаться. Позади Макрея и не пропускать больше никого. Так, ну, третий этап. Там будет технический перерывчик. Вот этот этап очень сложный, кстати. Тут будут такие открытые зоны с извилистыми поворотами. Ух ты, лидирую. Блин, даже не верится, что еще там полчаса назад... Не полчаса назад, конечно, где-то час назад я тут ездил и проигрывал. По несколько... Ну, на каждом этапе я проигрывал около 20 секунд. У меня прям депрессия была. Думал, что все. Нереально здесь на уровне ехать. Но, все-таки... Даже подиум, в принципе, уже реальность. Ух ты, брусчаточка. Но джойстик не вибрирует. Кстати, в эмуляторе почему-то вообще вибрация не работает. Сейчас на горку заберемся, и тут начнется такой довольно скоростной участок. Хороший. Я тут вылетал на внешнюю сторону. Вот, вот в этом повороте я как-то вылетел аж туда, далеко-далеко вправо. Меня аж вернули на трассу. Телепортнули как-то. О, финиш. Хорошо, ну неплохо, кстати. Блин, да ну нафиг! Ну, капец, перед сам финишем воткнулся в этот столбик чертов. 9 секунд целых. Ай-яй-яй-яй-яй. А-а-а-а. А шли-то очень неплохо. М-м-м, Ильятти. Снова сейчас вперед выйдет. Так, ну макрэй, понятно, уже не досягаем. Ладно. Давайте, наверное, сохранимся все-таки куда-нибудь на промежуточный сейвик. Блин, закосячил я, конечно, закосячил. Финишем своим этот этап. Шестой здесь отдельно, одиночным идет. И будет еще супер специальная трасса. Супер специальный там здесь. Так, ну здесь по-любому надо хорошо проехать. И Ильятти, по крайней мере, чтобы был позади. Там еще и вставание от него такое нехорошее. Около шести секунд, по-моему. Ну, кстати, если вот этот этап проеду без ошибок серьезных, то тут есть шанс даже выиграть его. В принципе, я его неплохо проезжал. Ох, какой хороший задел. Четыре с половиной секунды. Он, конечно, очень извилистый тоже, но вот как-то... О, отлично, держимся на одном уровне пока. Прекрасно, прекрасно. Опа, ну, это... Стабильно надо оптику разбить. Потихонечку отгрызают, отгрызают у нас. По чуть-чуть буквально. Но, в принципе, держимся пока. В четырех секундах. Хорошо. Но, блин, тут пограничители уперлись. Эх, сразу две секунды отыграли. Здесь они, наверное, лупят на полную. Так, ну, больше прямиков таких не должно быть. А, уже меньше секунды. Ха, неплохой задел я сделал на первом допе. Что до сих пор пока хватает. О, отлично, еще отыграли. Три с половиной секунды. Хорошо. И тут, кстати, штурман очень сильно помогает. Прям красавчик. И он хорошо справляется со своей обязанностью, со своей работой. Молодец. Похвалю, надо тебя к награде будет приставить. О, да, есть. Почти полторы секунды. Великолепно, великолепно. О, еще и Сайенс второй. Баклон третий. Макрей лишь четвертый. Ляти пятый. Хорошо. О, отлично. Вылезли на второе место. И сейчас у нас будет впереди супер специальная трасса. И там надо будет... Она, в принципе, достаточно легкая такая, скоростная будет. Поэтому надо будет там по-любому оторваться, отлиять еще. Ну, думаю, в принципе, тогда проблем особых не будет. Сейчас вот, видите, она такая достаточно скоростная. Сейчас даже сделаем побольше максималку. В принципе, не должен здесь слить. Так, это с кем мы там слитьте, наверное. Бок о бок стоим. И хорошо, кстати, что слева меня поставили. Обычно, если справа начинал, то косячил. Так у меня лучше получается. Так, есть. Половину проехали, лидируем. Хорошо. Коробка все равно трещит. Так, все. Главное, выход не закосячить. Есть. О, фантастика, фантастика. Ух ты, с Макреем бились. Ничего себе. Лузер. Приятно видеть надпись напротив Макрея, что он лузер. Так, ну что же. Лиатти только пятый. Целых пять секунд мы у него еще отыграли. Ну, нормально. Вторые, значит, в общем зачете. Кстати, вторым я еще ни разу не финишировал в общем зачете. Все время либо победа, либо третье место. Так. Ралли Корсика, set the record. Шесть очков. Сорок четыре. Да, Макрей в двух очках. А Лиатти уже аж в десяти. Ну, конечно. Четыре очка из шести он отыграл. Ну, ладно. Главное, что лидируем. Потому что я говорю, здесь победить это практически нереально. Это мне надо несколько дней тут ездить. Не хочу я так много упарываться. Пойдет нормально. Преимущество есть. Преимущество осталось за нами. Очковое. Поэтому продолжаем. Так, ну вот, скудер второй. Макрей. На верхнюю ступеньку. Прервали мы победу свою. Точнее, победную серию. Для этого три гонки к ряду. Выиграли. Ну, вот второе место. Ну, зато впервые. Индонезия. Индонезия, конечно, тоже будет не подарок. Но, по-моему, все-таки попроще должна быть. И потом Великобритания. Ну, в принципе, сейчас тут последние гонки все будут сложные. Потому что я помню, Великобритания очень сложна. Там настолько извилистые трассы с такими поворотами. Плюс еще открытые. Никаких там нету бордюров. Если вылетел, то куда-нибудь в лес. И заблудился там же. Так, ну ладно. Это будет у нас еще достаточно не скоро. Хотя, как не скоро? Два этапа осталось. Вот. Ну, следующая Индонезия. А на этом давайте попрощаемся. Хотя нет, давайте перед прощанием я еще такое объявление сделаю. В группе у себя ВКонтакте я голосовалку запустил по поводу вида Гран-Туризма. Какой вид Гран-Туризма камеры. Какой вид камеры на машину вам больше всего нравится. И вот по итогам этого голосования тоже в следующей серии посмотрим, с какой камерой я поеду. От какого вида. От бампера или от третьего лица. Так что вступайте в группу ВКонтакте. Голосуйте. Ну и на этом прощаемся с вами. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все ссылки под этим видео. Ну, а с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.